При строительстве комбината планировалось, что он будет работать только на Октябрьский район. Однако впоследствии мощности пришлось усилить. Теперь предприятие обслуживает 53 школы, а это ни много ни мало 37 тысяч учащихся. А летом детские оздоровительные лагеря. Кроме того, в данное время здесь готовятся обеды для БСМП. На большом производстве необходимо современное оборудование, такое как этот пароконвектомат, приобретенный в прошлом году. Он значительно облегчает работу поваров, автоматизируя и ускоряя процесс приготовления. Котлеты мясные мы можем приготовить за 20 минут, 18-20 минут. Температура при этом сокращается до 180 градусов. Котлеты, особенно рыбные изделия, в этом аппарате получаются очень красивые. То есть они пышные, они сочные, сохраняют все свои свойства рыбы. Точно так же сохраняют все свойства мяса. То есть у нас не выжаривается, не выпаривается ничего. Однако для повышения качества и увеличения продукции современные технологии необходимо применить на протяжении всего процесса. На комбинате действуют четыре цеха для каждого вида продукции. Морозильные камеры и пищевая лаборатория. Все они нуждаются в модернизации. Мы сейчас готовимся к празднованию, к 350-летию. Этот комбинат у нас включен в программу, попал в план мероприятий, распоряжение правительства Российской Федерации. Сегодня мы готовимся к наступающему учебному году. В то же самое время сейчас проводим ревизию того, что сейчас имеется, что необходимо. Конечно, этот комбинат будет развиваться, и в этом комбинате хорошее будущее. Суммы и сроки финансирования на обновление оборудования определит государственная экспертиза. Алифтина Ширкшаная, Ольга Волошникова, Виктор Еланцев. Новости дня.